Привет, вы смотрите Дайпять, с вами Ликей. На днях Хабиб Нурмагомедов провел бой с Дастином Парье и одержал очередную победу. Таким образом, по статистике профессиональных боев, Хабиб по-прежнему остается непобежденным бойцом. Однако, это не значит, что дагестанский боец вообще ни разу не испытывал поражений на своем пути к успеху. Сейчас вы узнаете о шести малоизвестных поражениях Хабиба Нурмагомедова. Погнали! По факту... Хабиб Нурмагомедов начал профессиональную карьеру в 2008 году. Тем не менее, он не терял возможности выступать и в любительских турнирах. В 2009 году он принял участие в соревнованиях за Кубок мира среди спортивных клубов по боевому самбо. Несмотря на то, что это любительский турнир, чемпионаты мира по самбо в России всегда ценились практически наравне с профессиональными турнирами. Хабиб дошел до финала, где встретился с чеченским бойцом Магомедом Ибрагимовым. Хотя в целом, поединок был довольно равным, небольшое преимущество все же было за Магомедом. В отличие от Хабиба, Магомед смог провести тейкдаун и несколько раз пробивал впечатляющие лоу-кики. Таким образом, победу отдали Ибрагимову. В 2010 году Хабиб Нурмагомедов также поучаствовал в поединке по грэплингу. Соперником Хабиба выступил обладатель первого черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Леонид Готовский. Во время боя Хабиб попался за треугольник и, скорее всего, был бы задушен, если бы не нарушил правила, отодвинув себя и соперника за ковер. Хоть по сегодняшним правилам за такое действие следует однозначная дисквалификация, тогда с Хабиба сняли один балл в качестве штрафа. Так или иначе, Хабиб уже не смог отыграть потерянный балл и проиграл Готовскому со счетом 1-0. Один из первых боев Хабиба состоялся в далеком 1997 году, когда будущему чемпиону было всего 9 лет. Тогда противником Хабиба был молодой медвежонок. Когда маленький Хабиб понял, что будет бороться с медведем, он спросил у отца, а он кусаться не будет. На что получил в ответ, ты тоже кусай, у тебя тоже есть зубы. Так или иначе, несмотря на упорную борьбу 9-летнего Хабиба, в том поединке победу все-таки одержал медведь. В 2011 году Хабиб принял участие в турнире ProFC в качестве приглашенного спортсмена. В ходе турнира Хабиб поддерживал победу за победой и после трех ярких и успешных поединков, руководство ProFC увидело в Хабибе перспективного бойца и предложило ему долгосрочный контракт. В рамках контракта Хабиб провел два боя, но позже между бойцом и подписавшей его лигой возник конфликт. ProFC обвиняли Хабиба в неуполнении условий контракта. В частности, параллельно с ProFC Нурмагомедов подписал контракт с американским менеджментом, что было запрещено. А спортсмен говорил во всех интервью, что договоренность ProFC была устной и он не подписывал никаких контрактов. В конце концов, лиге пришлось обратиться в суд для урегулирования конфликта. Хабиб Нурмагомедов проиграл суд и ему пришлось выплатить неустойку за нарушение условий договора, а также исполнять обязанности по контракту с ProFC. В апреле прошлого года у Нурмагомедова возник конфликт с другим бойцом UFC Артемом Лобовым. Вызванные высказываниями Лобова в сторону Хабиба в одном из интервью. После того, как в сеть попало видео со словесной перепалкой между бойцами, окруженными преимущественно друзьями Нурмагомедова, многие осудили поведение Хабиба в отеле, в том числе будущий соперник по рингу Конор Макгрегор. Позже Конор атаковал сам, что многие также связывали ситуации с Лобовым, которого Конор называл своим другом. Многие фанаты и коллеги по UFC восприняли выяснение отношений с Лобовым и бездействия Хабиба при нападении на автобус за трусость, что нанесло Нурмагомедову явный репутационный удар. Еще одно репутационное поражение Хабиба также произошло из-за видео. В августе 2018 года в сеть попал ролик, на котором Хабиб вместе с братом Абубакаром заставляет бездомного отжиматься за деньги. После того, как видео вызвало резонанс, Хабиб и его отец пытались преподнести все так, будто бездомный на видео давний друг Нурмагомедова, но было уже поздно. На спортсмена обрушился шквал критики от его поклонников и даже коллег. Легендарный российский борец Олег Токтаров высказался об этом случае так. Я не хочу оценивать поведение Хабиба, я с ним поговорил лично, дал ему несколько советов. То, что я получил в ответ, дало мне право больше никогда не говорить ни об этом человеке, ни о его команде. И это были 6 провалов и поражений Хабиба Нурмагомедова. Понравилось видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай нажать на колокольчик и смотри другие видосы с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok